Доброе утро, уважаемые любители скорости и автомобильного спорта! Самый крупный в Европе спортивный телевизионный канал Евроспорт приглашает вас на трассу Сузука, которая стала ареной 10 этапа чемпионата мира в классе кузовных автомобилей. Потихонечку заполняются трибуны здесь на трассе в Японии. Потихонечку приходят японские болельщики, сумасшедшие японские болельщики, которые машут вам вот со своих мест на трибунах. Приветствую вас, собираются они на трассе. Ну а на стартовой решетке уже 23 участника первого заезда и полпозиция. Четвертая полпозиция в карьере у представителя, в сезоне представителя марки Chevrolet. Chevrolet, который покидает чемпионат мира по окончании 2012 года. Алан Меню. Алан Меню на полпозиции, но на третьем месте в зачете чемпионатов. Есть еще возможность у швейцарского аса-ветерана побороться за титул в чемпионате мира. Однако гораздо больших таких шансов. Имеет Роб Хафф, расположившийся следом зала на меню на третьей стартовой позиции. И действующий чемпион мира Иван Мюллер, который ровно между двумя своими соперниками и напарниками по команде на старте сейчас готовится к первой гонке десятого этапа. Вторая позиция у Ивана Мюллера. Ну а японским зрителям можно только позавидовать. У них третья неделя подряд мировые гоночные события. Началось все здесь же на Сузуке с чемпионата мира Формулы-1. На прошлой неделе на трассе Фудзи был чемпионат мира по гонкам на выносливость. И третья неделя подряд и вновь чемпионат мира. Теперь мировой тулинг снова на Сузуке. Мы же видим Норберта Мичелеса. Венгар, лидер зачета трофея Якогама стартует довольно далекой 14-й позиции. Да, но в общем 14-я позиция опасна прежде всего тем, что здесь есть вероятность аварии в первом повороте. И кроме того на этой трассе в той короткой версии, которая используется второй год подряд в мировом туринге, сложно обгонять. Потому что по сути все обгонные места отрезаны. У нас есть только длинная стартовая прямая. Два коварнейших, очень заманчивых поворота первый и второй, куда хочется побыстрее въехать, но там легко очень ошибиться, что мы видели по ходу всего уикенда. А затем бесконечная такая синусоида раскачивает пилотов вправо-влево, которая заканчивается неожиданно еще одним крутым поворотом. И снова мы оказываемся уже на стартовой прямой, которая финишная в данном случае. Ну и положение промелькнуло на ваших экранах. Вчера было поровну очков у Мюллера и Хаффа, прошу прощения. После квалификации Мюллер заработал дополнительных очков больше. И теперь на один балл опережается у британского товарища по команде. Ну а, видимо, полное положение. 22 пилота имеют очки, 23 вышли на старт этой гонки. У нас есть дебютант Рене Мюних, четырехкратный чемпион Германии по ралли-кроссу, босс команды Fiat GT, который, в общем, на своем примере лично изучает, что же такое WTCC. У нас есть также два японца, Хироки Йошимото, дебютант, который едет на Санреди Тиагу Монтейру бывшим. И у нас также есть Масаки Кана, третья машина Франца Энкшлера. Но Кана стартует в домашней гонке самым последним. Это фрагменты квалификации. Ну, собственно говоря, если говорить про Кана, то он последний результат и показал. Но у нас есть еще два пилота, которые, помимо Кана, которые, к сожалению, лишились своих квалификационных позиций. Мы говорим о двух невысоких. 19-я позиция, которая превратилась в 21-ю позицию для Тома Чилтона. И его партнер по команде Джеймс Нэш также перемещается с 21-ю на 22-ю позицию. То есть в самом конце, на последнем практически ряду стартуют два Форда. Не думаю я, что это радостно, поскольку знаете вы, что битва за производителей очень важна в каждом чемпионате. И вот WTCC пока среди всех мировых чемпионатов, не считая Формулы-1, безусловно, вы, хотя, в общем-то, и считая Формулы-1 производителей тут больше. Посмотрите, российский флаг развивается прямо рядом с автомобилем Алексея Дудукало. Восьмая стартовая позиция у россиянина. Что более важно, третья будет во второй гонке. Во второй гонке, да, бесспорно. Посмотрите, прям крупно, так мощно показывает нам удачных камер. Говорили мы уже с вами по ходу этого уикенда, что история Сиата и Лукоила заканчивается. Последние буквально три странички остается вписать в эту историю Гаврия Таркани. Гаврия Таркани дописывает на ходу уже, уходя в Хонду. Ну, для Алексея Дудукало, мы надеемся, также будет приготовлено место в чемпионате мира в Кузовном. Правда, думаю мы, что защищать он будет уже другую, цвета другой марки. Но главное того же спонсора, самое-то главное в этом. Это спонсор, который с Алексеем по жизни. Ну, был период, я лично еще застал период, когда Алексей гонялся в цветах другой команды. Но это было действительно очень давно и практически уже неправда. Что же касается Тиаго Монтееру, то мы могли даже рассчитывать на место в десятке по итогам квалификации. Он уверенно показал седьмое время в первой сессии. Но в итоге остался только одиннадцатым в шаге от пола второй гонки. Посмотрим. Большое, особое внимание приковано, конечно, к Сивику португальского пилота. Думаю, что первую гонку поедет он довольно аккуратно, не будет рисковать. Ну, вот мы не знаем, о чем сейчас Александр Мариани говорит Тиаго Монтееру, продолжительно общаясь с ним. Две педали сразу не нажимать, справа-газ слева тормоз. Это бесспорно, но, тем не менее, напомним, все-таки, это достаточно важный такой этап для Хонды. Завод Хонды, производители Хонды находятся буквально за дверьми вот этого выхода из падока. Трасса сама, это было построено по напутствию, по просьбе господина Хонды. Да, самого суетира Хонды. Суетира Хонды. 50 лет назад и 50-летие Сузуки празднуется вот здесь появлением этой марки, вторым появлением его заходом в мировой туринг. Со следующего года будет два автомобиля. Уже вот эта самая страница истории, которую перевернула Габриэля Тарквини. Она теперь будет окрашена в бело-красные цвета Хонды. Посмотрим, какой опыт с трех последних этапов принесет Тиаго Монтейро. Но в любом случае, каждая гонка, она очень полезна. И мы надеемся, что не только два автомобиля так полузаводских, европейских будут выступать в чемпионате мира, но появятся и команды-частники, которые также предпочтут обновить свой автомобильный парк, поменяв, ну, скажем честно, устаревший уже Сеат. Это вот сейчас мы видим в одном из представителей Тиаго Монтейро. Ну, припиареолото с Сеатом останется. А вот надо признать, что на самом деле были же успехи у Хонды, да, на аккордах они гонялись довольно здорово. Тот Джеймс Томпсон там триумфально выступал в Вымале. Посмотрим, что будет в новой истории, в новейшей истории Хонды. Пока возьмем короткую паузу и вернемся сюда на Сузуку. Мы возвращаемся с вами на трассу Сузука, арену десятого этапа мирового туринга. И на стартовой решетке медленно движется наш оператор, представляя всех участников. Когда мы покидали с вами эфир для небольшой рекламы, представили нам Алексей Дудукал. Еще раз отметимся, восьмая позиция на старте первой гонки и третья позиция на старте второго заезда. Всяческих возможных успехов желаем мы россиянам. Не показали нам Коронелли и Тарковини, сразу перенесли на... Нам показали, видимо, но во время рекламы. Во время, вам не показали, во время пятой позиции Медибинани. И четвертая, лучшая в карьере, вообще в карьере за все время выступления в мировом туринге. То есть, значит, в этом сезоне для Алекса Макдауэлла он был пятым в Австрии в этом году. И вот четвертое место, лучший пилот трофей Якогама. Ну и замыкает квартет пилотов на Крузах. Три машины заводских, но вот и частные тоже, пусть они даже 1203 килограмма, весят намного ощутимо, скажем так, больше, чем все. Скажем, ну у Форда 1133, то есть 70 килограмм разницы. Японцы палочками кушают на трибунах. Как это замечательно, как это колоритно. Я могу сказать, это традиция в Японии. Вот этот фастфуд, он имеет такой специфический японский колорит. Коробочки с суши и сашими продаются, как у нас, вот буквально, сосиски на каждом, и хот-доги на каждом углу. Единственная, наверное, разница, не хотелось бы никого обидеть, но это качество еды. Японские суши можно купить даже на вокзале, ни за что не отравишься, они стопроцентно будут свежайшие. Вот они приходят, проголодались уже, наверное. Ну и переносит нас в первую тройку Роберт Хафф. Как ни странно, третий, это значит проигравший в этом сезоне для пилотов на бирюзовых машинах. Иван Мюллер второй. Иван Мюллер стартует вновь с первого ряда. Для Ивана Мюллера, между прочим, это уже юбилейный, это 35-й старт с первого ряда, то есть такая довольно круглая цифра. Я думаю, сейчас он об этом не думает, он сейчас по большей части думает о том, что ему нужно не одну очку отыграть, как он сделал в субботу накануне у Роба Хаффа, отыгрывать гораздо больше, если только Иван Мюллер собирается действительно выигрывать. Ну я думаю, что Мюллера теоретически, наверное, устроит, если пилоты финишируют так же, как стартуют. Мне кажется, его вполне устроит в первой гонке. Все-таки три очка лишних отрыва от Хаффа. Ну а Олен Миню, который был безупречен вчера, который завоевал такие пол-позицию очередную в своей карьере, уже 14-ю, он на первой позиции, ему нужно сверх какое-то усилие, какое-то сверхудачное развитие событий, чтобы догнать ушедших вперед соперников, чтобы отыграть вот те самые 47 очков. Еще раз напомним, что в команде четко дают понять, что не останавливать ни одного из пилотов, дают им возможность сражаться между собой. А теперь почему? Титул завоеван, решение о уходе принято, вполне уже можно и поблагодарить. Бороться, порадовать зрителей. У нас есть возможность еще до старта прерваться, для того, чтобы уже по ходу вот этой не очень длинной гонки не прерваться на рекламную паузу. На прогревочный круг отправились участники первой гонки 10-го этапа чемпионата мира WTCC. Это 19-я гонка в сезоне, сложный, длинный сезон. Чемпионат путешествует по всей планете. Азиатский такой аккорд к чемпионату. Три азиатских этапа, один из которых проходит в Японии. Собственно, мы с вами сейчас и находимся на трассе Сузука. И два таких китайских восклицательных знака. Шанхай и Макао будут поставлены до середины ноября. Смотрите-ка, у нас с машиной безопасности Хонда. Ну, у нас мы в Японии находимся. Не будем также забывать, что, наверное, важно также все представители мирового туринга уже столько лет выступают на покрышках японского производителя Экохамы. Контракт этот также продлен. Экохама остается в WTCC. Ну, а Хонда, ну, поддержка такая Тиагу Монтейру. Нет у него напарника по команде, зато автомобиль безопасности, которого мы постараемся избежать по ходу этого заезда. В прошлом году было 5 штрафов за фолькстарт в первой гонке. И был автомобиль безопасности в первой гонке на трассе. А вторая гонка ознаменовалась тем, что стала самой короткой в истории мирового туринга. 21 минут. Самый быстро, да? Поэтому, да, да, продолжится по времени. Именно поэтому добавлено время дистанции. Как красиво вот этот пелетон. 23 автомобиля вылетает на старт. Мне кажется, не очень хорошо выстроились машины, но это решение уже судьи. Вернее, руководители гонки давать зеленый сигнал с этапора или не давать. Нет, потому что такая кашистая. Ну, поехали, тем не менее, поехали. Меню против Мюллера и Хафф на заднем плане. Торквини прорывается по внешнему радиусу. Здесь же Бинани, здесь же Макдауэлл. Но, похоже, Алим Меню все-таки удерживается во главе гонки. Меню... Нет, Миллер выходит на внешний радиус. Это хитрый маневр француза. Очень ховарный радиус здесь. Если бы только он удержался. Но он не удерживается, и как бы Хафф еще не пропускал. Молодец! Меню просто красавчик. Он вот это выдержал. Торквини четвертый. Вот что важно. Он был шестым на старте контакт. Даже был Торквини с Хаффом. Все-таки Хафф третий. Дальше Макдауэлл, дальше Бинани, дальше Тудукало на седьмой позиции. Коронель только восьмой теперь. Было у меня вчера разговоры с Меню и с Миллером. Я не веду свою игру. В годах друзей не бывает. Молодцы. Поэтому почему-то 26 кругов вместо 27 обещанных показывает нам. Мы видим, что на самом деле даже вот на этой короткой трассе очень много зрителей пришло, особенно на трибунах основных. Все-таки Туринг чем и знаменателен. Тем, что дает возможность близко пообщаться с пилотами. Допускаются зрители в падах. Ну что же, первый круг. И у нас Миллер уже в семидесятых. Минимальные перестановки на самом деле. Потому что Монтееру остался одиннадцатым. Даст остался десятым. Ну, Дудукало седьмой. Одну позицию. Обогнать Коронеля? Да, безусловно. Выиграл, немножечко выиграли Борна Нешимота. Но вот мы как раз сейчас видим это, что Тон-то Коронель не хочет далеко отпускать Дудукало. Неш уже восемнадцатый. И проблемы, к сожалению, у Чарльза Энга. Один из местных пилотов, но во всяком случае азиатских. Вылетел во втором, похоже, повороте. Ну, он вернулся на трассу. Мне кажется, доедет дальше. Лишь бы он не спровоцировал появление сэфтикара. Напомним, здесь очень короткая трасса. У другого нет этапа в мировом туринге. Но можно вспомнить, конечно, Норрис Ринг. Знаменитую городскую немецкую трассу. Но это все-таки городская трасса. Да, это стационарная трасса. Правда, отрезанный такой кусок у нее. К сожалению, можно было пререзать по длине, но нет еще одной такой связки, чтобы сделать круг более короткий. Вот в Барселоне, скажем, можно отрезать там весь первый сектор. А здесь ли полную трассу или вот эту? Попытка атаки со стороны Дудукало. Но пока что. Со стороны Дудукало поджимают сейчас Алексея, Том Коронель. Есть небольшая ошибка у Бенани. И у Бенани уже побывал в Граве этим утром в тренировке. Ну и посмотрим, посмотрим, как же у нас дальше складываются события в глубине пелетона. Там Энг на последней позиции. Все 23 машины, на самом деле, движутся. Уже довольно быстро прорываются Форды. Бордс уже 15-й. Нэш 17-й, Чилтон 20-й и Масаки Кана, также оштрафованы на 21-й позиции. Видимо, в окно только что Рене Мюниха. Для Мюниха, напомню, это в принципе дебют в туринге в мировой. В чемпионате мира. И в общем, в любом случае, большого кольцевого опыта у него нет. Хотя, безусловно, определенные там марафонские гонки он бы проезжал. Но это очень хорошо, что привлекаются в чемпионат мира пилоты. Пусть Рене Мюниха нельзя назвать молодым. У нас была какая-то такая волна, когда приехали в мировой туринг, очень много молодых пилотов. Те же самые Чилтона, между прочим. Там отчаянная борьба сзади между Ореолой и Мичеллисом. Я думаю, отчаянная борьба будет здесь. Вот здесь отчаянная борьба Миллера и... Вот она, эта группа. Миллер и подталкивает Мичеллиса. Ну, да, они устояты. Это, по-моему, Фернандо Монхи был, между прочим. Это был Монхи, который с 18-й позиции подъехал уже к 14-му месту. Напарник, напарник Пепе Ореолы, да? Вот так вот подтолкнул главного соперника Пепе Ореолы. То есть, в общем, такая... Я не думаю, что он об этом думает, задумывается на самом деле. Скорее всего, точно уже Фернандо Монхи едет сам за себя. Это один из молодых пилотов, которому нужно прописку себе в мировом туринге еще обеспечить совсем не факт, что на бой. Вот тут казалось, что у Хаффа есть шанс. Как они филигранно проехали. Легенький-легенький был контакт. Ну, мне кажется, вот здесь мне показалось, Миллер чуть-чуть так нагловато. Поворот был в его сторону, он был на выгодной траектории. Хафф уже понимал, что и позади, и снаружи. Поэтому шансов мало. Как важно иметь и соперника своего разумного, да? Не только самому быстро ездить, но и чтобы соперник не давил. Потому что сколько историй мы видели. Вот, будь сейчас не Робхапа, а какой-то более эмоциональный пилот, он бы нажал на педаль газа, и два автомобиля оказали бы разом за пределами. Да, у Густа Фарфа, например, какой-нибудь. Да, например, у Густа Фарфа. С полу статурит на финале ДТМа здесь. Зажигает. Не здесь, а там, конечно, в Хакенхайме. Йошимото обогнал митчелеса. Вот как раз из-за того, что были проблемы у Венгра. Секунда преимущества уже Алла на меню. По итогам четырех кругов. Посмотрите, как быстро уже четыре круга дистанции преодолено. Робхап начинает давить на Ивана Миллера. Уже он дал возможность в квалификации накануне французу оторваться от себя на одно очко. Напомню, 319 просто против 318 очков. Миллер выигрывает один балл у француза. И сейчас, если ситуация завершится в пользу француза, он еще немного оторвется. Активная борьба. Широкая стартовая прямая. Тиагу Монтееру тут пытается куда-то пробиться. Сейчас Монтееру на 11-й позиции. Перед ним Даст. И следом за ним Дэрло Ян. Дэрло Ян обогнал Монтееру. По внешнему радиусу или нет? Вот это борьба. Казалось, у Янка стыдил маленькое чудо. По внешнему радиусу первого поворота на Монтееру отжимает соперника или нет? Отжимать речь как бы не было вылета для Тиагу Монтееру. Это недопустимо. Обидно для У Янка. Он почти обогнал соперника. Ну, почти не считается. Поэтому нужно здесь действительно аккуратнее себя вести. Шевроле такой, он чуть был Круз более широкий, чуть более, наверное, устойчивый. А там Франц Энкшлер наблюдает за всем, что происходит. Следом за ним на БМВ. В любом случае, сейчас пока все это в пользу Хонды. Но так, чтобы уж сказать, невероятную скорость показывала бы Хонда. Ну, наверное, мы... Но держится по скорости. Тем не менее, 11-й по времени медленнее идет Тиагу Монтееру, чем те же лидеры. 53,8 проходит круг. Дудукал обогнал Бенони таким. Здорово, здорово. Алексей выиграл одну позицию. Бенони. 53,8 проходит круг в меню. И у Монтеера 54,8. То есть на секунду медленнее пока еще Хонда. Но, собственно, это первый уикенд. Первый гоночный уикенд для Хонды. И Нордберт Митчелес начинает попытки, во всяком случае, вернуть себе свою позицию. Сейчас он на 16-м месте. И перед ним Том Бортман. Бортман поймал кураж на прошлом этапе. У нас последние три строчки очень интересные. Там Кана, Энг. Энг обогнал уже Кана. Мы напомним, вылетел, была у него попытка. Ими у них там же. Ну, это да, это глубоковато. Следующие позиции примерно там более-менее у Фордов. А дальше вот это плотная группа. Вот такая конфигурация трассы, что плотная борьба здесь просто всегда происходит. Но обгонных мест можно сказать только одно. В первом повороте. И то довольно коварное такое место. Три Круза. Дальше Торквини, Макдалу, Дурукалу, Дурукалу. Ну, я бы сказала, все-таки Круз и два Круза. Потому что меню отрывается. У меню, напомним, была здесь победа, кстати. О, Янг Энгшлер. Дальше Монхи, Бортман, Мичелес и только потом Джеймс Нэш. Я вернусь к своей теме. Алан, у меню была победа в прошлом году. Здесь выиграл швейцарец первую гонку. Да, вот в первой гонке Алан Меню проехал безупречно. У второй гонки, наверное, чуть сложнее у Алан Меню будет ситуация. Стартовать он будет подальше чуть-чуть. Ну, посмотрим, да. Вторая гонка будет намного интереснее. Помню, что в Марокко, на тоже необгонной трассе, там Круза как нож сквозь масло прошили пелетон. Вот посмотрим, как будет здесь. Треть дистанции позади уже. Достаточно напряженная, на самом деле, гонка. Вот эта вот плотная, не короткая дистанция, она может быть и интересна тем, что машины у нас очень плотно идут друг от друга. Посмотрим, что происходит с Алексеем Дудукало. Алексей Дудукало обошел Медибин. И теперь наступает. Объехать смог, отъехать пока не получается, но это не так и важно. Три десятки между ними. Каждый обгон на этой трассе, на самом деле, на вес золота. Ну и вот, смотри, Монхея героически сдерживает. А сзади Альберто Черки, который многовато вылетал по ходу тренировок. Черки наседает на Джеймса Нэша. Да, Нэш там и направо, и налево, и направо, и налево. И как-то так жестко, довольно Митчелес пытается Бортмана пролезть насквозь. Небольшой контакт. Мы видели как раз, как в боксах у Митчелеса сейчас за ним наблюдает. Бортман использует все поребрики, но мне кажется, Бортман сам, в свою очередь, вот явно... Ореола, не Ореола, Монхея, явно теряет скорость. У него, может быть, с шинами что-то не так, может быть, с настройками, но видно, что вот за Монхе большая группа пилотов. Ну, это не Монхе, это все-таки Ешимото. Ешимото? Это Ешимото. Ешимото, который сдерживает Бортмана. Вот черный автомобиль впереди, это Ешимото, японские нейрографы. Монхе ниже, Монхе с Черки борются чуть дальше, прямо вот за этой группой. Это бывшая машина Монтееру, да, это, конечно, это Хироки Ешимото, безусловно. Вот, Ешимото, дальше Бортман, за ним Митчелес, а потом уже только Фернандо Монхе, который там с Черки пытается разобраться и никак не разберется. Ну что ж, тогда понятно. Гонка обретает совершенно новое звучание, это японские местные пилоты, я приношу свои извинения, машина похожа по раскраске. Санред, так называемый, последний Санред, который еще выжил, машина бывшая от Ягу Монтееру, и там Митчелес пытается насквозь Бортман пролезать. Вот это паровозик, паровозик собрал за собой вот этот самый Ешимото. Я не знаю, удастся ли Бортману выдержать, но достается пока что Бортману, да, очень близко и ближе всех, конечно же, Норберт Митчелес, и, собственно, он и осуществляет первую попытку атаки в каждом повороте. Митчелесу очень нужные очки в трофе Екогамо, его соперники... Ну, оторвались, посмотрите, Ешимото от Энкштлера сейчас уже в 4... Не, Ореола 9, да. Ешимото от Энкштлера в 4 секундах, очень, ну, гораздо медленнее Ешимото идет, 55 идет Ешимото, а впереди все идут 54 с небольшим, поэтому, конечно, есть... Кто у нас трофеи сейчас? Макдауэлл, Дудукало и Бенани первая трояка трофея Екогамо, очень здорово, если она так продержалась. Бенани все ближе к Дудукало. Но они и были очень близко. Коронель его поддавливает, поддавливает явно. Но все-таки вот это сражение самое пикантное, здесь 6 участников задействовано. По-моему, четырех разных марок формально автомобили, считаем Санред как марку удивительную. Но все больше и больше разматривать машину Ешимото, но он этот раз, конечно, знает, как свои пять пальцев, это понятно. Как тяжело сейчас сами через вот так, что Борбан то вправо, то влево, он пытается действительно раскачать оборону Ешимото. Я думаю, Ешимото с завязанными глазами, и это такое у него. Ну, надо сказать, что вот такие вот... Ой, Бордман поравнялся с Ешимото. И в Японии часто приходят, и в Китай местные пилоты. Больших успехов никогда не добиваются. В этот раз в Макао тоже будет 8 новых пилотов. Да, но он мешает всем остальным, он мешает всем остальным. Будет Коуто, будет Барт, будет Маколог, будет Роза Мершей, короче, вот весь этот местный... Есть ошибка, да, небольшая ошибка японца. И это Мордман его проходит, сейчас пройдет ли следом за ним, и... Да, полез Мичелес, уже занимается внутреннюю траекторию. И здесь можно обгонять, здесь можно обгонять, и динамика здесь чуть-чуть побыстрее разгона у БМВ. В два ряда, как в Наскаре мчатся, в драфте пилоты. Но и в итоге Бордман выходит ошибка еще раз. Я думаю, Мичелес попытается сейчас уже обойти Бордмана, а мне кажется, у Ешимото другая проблема, покрышки. Может быть, или трампоза. С этой дистанцией он уже не может ничего сделать со своими авторами. Черки проходит Нэша, там позади красиво тоже в первом повороте, по внешнему второму, точнее, радиусу. Ну, не далеко, да, подцепляется тут же Бордман на 14-й позиции. Попытка атаки стороны Норберта Мичелеса перекрывает ему тренировку. Ее Шимото снова контратакуют. Удивительная борьба. Пропает, он не пускает, он буквально не пускает. Посмотрите, там пытается за ним пролезть Черки. Впереди Миллер догоняет меню между делом. Мы видим, отрывается от Хаффа Торквини. Спокойно в одиночестве дальше Макдоул, Дудукало. И очень близко от него Бинани. Очень близко, вот эта группа, смотрите, там 2 десятых всего секунды, даже меньше. Нам ее сейчас не показывают, потому что... Удержался россиянин. Дальше Коронель, Ореола и замыкает Даста десятку. Ох, Алексей, да, проблема есть уже с покрышками, перетармаживает. Все на середине дистанции. Сейчас Миню подпустил к себе Миллера на секунду. Хафф в семидесятых от Миллера. Ну, я уж не знаю, в чем это объясняется. Три секунды им уступает Габриэль Торквини. Следом за ним Макдоул в восьмидесятых. Две с половиной секунды Алексей Дудукало. И Миди, на них сто шестьдесят семь тысячных. Следом за ними Том Коронель. Ну, Алексею нельзя ошибиться. Да, та же ситуация, что и у японца Йошимото. Когда соперники позади, чуть быстрее, но есть шансы удержаться. Вот Йошимото не выдержал. Главное, не совершить ошибок. Сейчас важно не совершить ошибок. Алексей может, это опытный пилот, это не новичок ни в Сирии, ни в целом в автомобильном спорте. И вообще, в принципе, Алексей борется за свои очки, за свою позицию. Да, слишком часто ему не везло по ходу этого сезона. Он вот так же претендовал на хороший результат, но всякий раз что-то мешал. Только в Словакии все сложилось как надо. Может быть, даже чуть лучше, чем как надо. Но ждем, ждем. Лучше, чем как надо, не бывает. Порой иногда Фортуна все-таки улыбается пилотам, бывает такое. Вспомним тоже Словакии. Там же Торквини под толку, Митчелес, дайду, дукала, проехал мимо. Ну, ладно, это было давно. Удивительный результат. Ашибка Черки! Вылетает первая потеря в этой гонке Альберто Черки. Как глубоко застрял. Интересно, будет ли сейфтикар или так его оттащит. Команда Roll Motorsport не очень довольна, понятное дело. Ну, еще и в том, Коронель. Смотрим, как это произошло. Была попытка атаки, видимо, Яшимота здесь не пустил Черки. Да, в этой собственной ошибке. Контакта не было. Никакого контакта ошибся, переусердствовал Черки и потом уже занесло. Если бы здесь остановился на асфальтовой части, то еще бы вернулся на трассу. И, может быть, не так много позиций потерял бы Альберто Черки. Но сейчас, видите, убирают уже его доску, объявлений. Посмотрите, что происходит. Чуть-чуть приближается Миллер к меню. Тут же ровно настолько же приближается Хафф. Да, они абсолютно в равенстве полном сейчас движутся по трассе. Чуть ближе Хафф к Миллеру, чем Миллер к меню. Но я думаю, что сейчас... Сейчас вопрос, будет ли сейфтикар. Интересно. Ну, просто желтые флаги в втором секторе. Аллану нужно довести дело до победы. 25 очков. Да, конечно, понятно, что у Аллану надо 25 очков в каждой гонке зарабатывать. Смотрите, вот он сейчас выиграет у соперников по 7 очков у каждого. Впереди у нас 6 гонок. Если на 6 гонках выиграть по 7 очков, то это уже довольно так неплохо, чтобы подобраться к лидерам. Вопрос в том, чтобы выиграть 6 гонок. Мы очень хорошо относимся к Аллану Миню. Но думаю, что даже Аллану Миню, даже если будет лучше, чем как надо, ну, навряд ли соперники будут так легко уступать. Я думаю, что и Хафф, и Миллер сейчас подогреты. Это такая же борьба, как была в прошлом сезоне. А там же есть вторые гонки. То есть в первой гонке ты стартуешь впереди напарников, то во второй позади напарников. Не факт, что напарники дадут тебе пройти. Габриэли Торквини с Александром Макдауэллом. Они сейчас 4-5 позиции между собой пытаются распределить. Торквини в 5 секундах уже, в 6 секундах уже от меню и в 5 от Роба Хаффа. Дудукало на 6 позиции в 3 секундах от Макдауэлла. Следом за ним Бенани и Коронель. Мы видели эту пару Папиарилла, тройку на 9 позиции. Стефна Даст 10-й, но Даст 10-й атакует сейчас, постоянно атакует Папиарилл. Здесь же Монтейру, здесь же Энкшлер. И что здесь? Масаки Кана? Нет, это Ранэ Мюнинг. Ранэ Мюнинг, ну вот он, ух, выловил как. Вот, ралли-кросс. Ранэ Мюнинг, это старая машина Дэрилу Янг. У Янг ушел из Special Tuneing Racing в Бамбу, в свою старую команду. Потому что там поскорить и саботина, как ушел, они меняли пилотов, вот У Янг пройдет все оставшиеся гонки. Кстати, вернется еще один чемпионат старожил мирового туринга, Фредди Барт, швейцарец, нашел-таки возможность проехать в Макао. Но я напомню, почему Фредди Барт решил проехать в Макао, потому что год назад страшная авария была у Фредди Барда, и он так на старт не вышел. Поэтому он и говорит, мне надо было изо всех сил найти, и вот это вот, найти возможность проехать именно эту гонку. Так что вот такую возможность я изыскал. И по-прежнему глазами камеры, установленные на автомобиле Норберта Митчелеса, мы наблюдаем за тем, как Том Бордман упорно держит вот эту оборону. Ну тоже нелегко объехать Бордмана. Нет, Бордман уже не обязан уступать. Не обязан, но он очень красиво едет. Едет красиво. На трех колесах практически во всех поворотах, то есть одно вывешивается постоянно. Но он не оставляет местечко, не оставляет местечко Норберта. Она не широкая, она потому что строилась в 60-е годы, тогда были другие стандарты. Обратите внимание, здесь везде очень близко ограждение к трассе, здесь нет огромных зон безопасности, кроме первого поворота. И поэтому, собственно, пилот так ее и любит. Тут очень тонкая грань между хорошим временем и ошибкой. Да, здесь нужно действительно уметь четко пилотировать. Это здесь вопрос просто нажимать на педаль газа. Здесь, вы видели, даже в исполнении чемпионов мира, малейшая крошечная помарка, и ты уже за пределами трассы. Там проблема у Ешимота позади, я прошу прощения, немножко перебью. Откатился он далеко назад на 17-е место. Ну просто, наконец, его объехали просто все, и вот он едет в своем режиме. Вот, задевает все-таки чуть-чуть, второй раз подталкивает Норберт Митчелес. Но поворот-то в сторону Бордмана. Да, поэтому Бордман, я думаю, ускорится побыстрее, открылся, да, и проехал. Но вот Митчелес уже проявляется высшую степень нетерпения. Контакт, еще контакт, чем колесо не крутится. Это очень... Мы не знаем, как здесь судейство будет. На заднем приводе вот это было бы критично. Критично. Но на переднем выехал Бордман. Вытянула машина, но мы знаем, как жестко судьи относятся к таким моментам. Да, это правда. И непонятно, будет ли какое-то наказание. Иван Миллер отлично знает, да, в Калифорнии его же наказали за контакт как раз. Да, не за один контакт, скажем честно. Все три автомобиля Chevrolet у нас впереди, и все три перетормаживают. Вырывается такая дымка из-под задних колес переднеприводных крузов. Впереди по-прежнему меню. У него 7 десяток преимущества над Миллером, а у того ровно такое же преимущество над Робом Хафом. И тут, понятно, до атаки дело не дойдет, просто потому что силы уж слишком равны. Даже если у кого-то есть небольшое преимущество в скорости, на этой трассе реализовать его не получится. Да, вот Буста нету. ДРСа нету, Керса нету. Серия непрогрессивная совершенно. Да, но эта серия для того и создавалась непрогрессивной, чтобы быть максимально демократичной. В свое время же говорили в BMW, что 5 машин BMW в мировом туринге стоят за год в 10 раз меньше, чем 2 машины BMW в Формуле 1. Но и задача этого чемпионата другая. Все-таки это автомобили, которые можно увидеть на улице. Ну, конечно. Видели ли вы бусты? Представим, что бы творилось в Москве, если бы на светофоре каждый нажимал. Открывал ДРС и отваливал бы от своего конкурента. Выбиравшего преследователя от троллейбуса какого-нибудь. Ну, что у нас по-прежнему. Троллейбусы ездят по выделенной полосе. По выделенной полосе можно ездить к нам всем по ходу уикенда. Не будем слушать эту тему. Тема болезненная. Ну, что 22 гонщика продолжают борьбу. Алексей Дадукало героически сдерживает атаки Медибинани. Две десятки между этими пилотами, в свою очередь, на Медибинани наступает Том Коронель. Нам очень интересно, как себя ведет Тиаго Монтеро. Он по-прежнему на 11-й позиции, но в шести десятках от Стефана Даста, который идет в 10-м. И Франц Энкшлер давит на португальца. Единственного представителя японской марки, марки Хонда. Это ее дебют. Я думаю, что в Форде, глядя на такой дебют Хонда, немножечко как-то так волнует. В этом и вопрос. Мало того, они ведь в конце стартовали. Тиаго Монтеро стартовал с 11-й позиции, а 2 Форда, напомним, и Джеймс Нэш, и Том Чилтон были переставлены за смену двигателя. 22-я и 23-я позиция у них, соответственно. Даже если бы не были, там большая скорость не было. Самое-то обидное, что показалось по ходу сезона, что Форде добавляют в Марокко. Там они очень здорово ехали, я помню. Но потом как-то обратно съехали на низ. Трасса не подходит. А с другой стороны, очень не хочется, чтобы Форда ждала та же судьба, которая, к сожалению, была уготована шведскому Вольво. Вольво неплохо дебютировали в чемпионате, вполне держались в середнячках, а потом просто навсегда исчезли. Китайские хозяева тут. Понятная причина. Будем надеяться, что Форд не станет только китайской компанией. Ну нет, Форда до китайцев еще. Значит, он не будет грамотные люди распоряжаться с спортивным маркетингом. Отстает Иван Миллер, потому что наступает Роберт Хафф. Миллер отпустил лидирующий Валана Меню на одну секунду, а Робхов в шестидесятках от французского чемпиона. Дальше огромный отрыв до Габриэля Тарквини. Ничего не происходит невероятного на этой трассе. За исключением интереснейшего сражения за шестую позицию, в котором замешан российский пилот. Участвует замешан, как бы нехорошее слово. Алексей Датукал. Уже все возможные траектории испробовали Медибидони и Том Коронель, чтобы между собой разобраться, а заодно и Сеатроссиянина обойти. Но по-прежнему Алексей четко держит оборону. Остается совсем немного Алексею. 21-й круг дистанции завершен. На 22-м круге находятся все участники мирового туринга. Вот и Сеатроссиянина. Четыре круга до финиша. Уаа! Держать машину Алексей. Молодец. Алексей удерживается. Абинани получает по заслугам. Но теперь будет жесткий, жесткий конкурент у Алексея. И Том Коронель не будет, так как Медибидони греть очень долго. Смотрим еще раз. Это не первый контакт. У них был контакт уже в Австрии у этих двух пилотов. Молодец. Алексей вот этот передний привод. Вытянул. Вытянул. Опыт рядовых гонок в том числе. Безусловно, да. Колоссальный контроль автомобиля. Но не было повреждения бы подвески. Жалко. Монтееру теперь на 10-й позиции. Монтееру готовится набрать свои первые зачетные очки. Медибидони теперь уже в боксах. Три круга до финиша этой гонки. Первые гонки 10-й этапа мирового туринга на трассе Сузука. Нам надо выстоять, Алексей. Кто-то перед Дудукало выехал из боксов, мне показалось. Нет, кто-то в боксы заехал Медибидони. Да, но кто-то выехал из боксов прямо перед Дудукало. Надо посмотреть обязательно этот момент. Нас переносит на Монтееру. Монтееру 10-й теперь, конечно, это здорово. Да, в боксах был Черки. Был Альберто Черки. Вот он сейчас... Черки, значит, после вылета его вытолкали обратно. Он остается пока. Да, 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 да. Круговой Энг прямо перед Дудукало на круг и очень мешает сейчас. Ничем он мешает, и у него... Его выкидывают просто с трассы. Он сам уходит. Он испугался, когда ему сказали, что голубые флаги, чтобы, не дай бог, мне быть наказанным, лучше проедет по травям. Грандиозный маневр. Великолепно просто пропустил весь этот конец. Как тут не вспомнить его полный имя? Чарльз Каки Энг. Каки Энг, да, он это прекрасно. Ну и что? Два круга, два... Или три? Три, наверное, круга. Три круга до финиша. Меню Мюллер и Хафф в полутора секундах, ровно между ними по 7 десяток. Дальше на Старквине Магдалл, Дудукало, 6-й, держатся Алексей Коронель, 7-й, 8-й, 9-й, Дасты. Десятый Тиагу Монтееру. Монтееру. Было бы очень хорошо. Вот эта группа. Хорошо для Тиагу Монтееру. Сиат, БМВ, Сиат, БМВ и Хонда. Дальше Энгшлер, ему тоже очень хочется в десятку. Ян, Оянг, Бордман, Митчелес. Будут исследовать столкновение Бенани и Дудукало после отдохновения? Пусть исследуют Бенани, что-то Дудукало-то исследовать. Не надо исследовать Дудукало. Мне кажется, да, уж вины россиянина здесь нет. Вообще никакой. Ну, а завершая тему Форда, знаете, наверное, вы всегда, что Форд отказывается от выступления в мировом ралли. Так что, возможно, теперь на туринговую программу будет больше финансов направлено. Следом за Ситроеном. Надо им всем переезжать сюда. Собственно, да. Поэтому, что будет с мировым ралли? Вот непрофессиональный менеджмент, что уж говорить. Я считаю, что спортивная федерация не имеет права являться промоутером чемпионата. Сколько нет у нее коммерческих интересов. А как только власть в WRC досталась... Как только власть в WRC досталась Международной Автомобильной Федерации, ну, просто руки у нее не доходят до того, чтобы действительно развивать серию. Вы знаете, пропала она с экранов телевизоров. Не только в России, поверьте. Во всем мире сейчас WRC не показывают, за исключением некоторых этапов попытки атаки со стороны Норберта Мичелеса, где местные промоутеры уже что-то пытаются сделать. Так он наседает на Бордмана. И с другой стороны, посмотрите на мировой туринг. Медленно, но верно. Были очень тяжелые годы для Марчелло. Были очень сложные. Да, были обвинения. Помните, команды чуть ли не снимались, уходили. Потом были какие-то непонятные маневры на трассе. Но прошли через все это. А потом какие-то были все время гандикапы. Все время кому-то что-то там... Но через все это прошли действительно 30 автомобилей выйдут на старт в Макао. Это ужас на самом деле. Это да, это действительно ужас. Поворот там вот у отеля Лиссабон. Это будет что-то невероятное, мне кажется. Как они поедут в верхней части трассы. Трасса длиннющая. Вот знаете, какие разные гонки в чемпионате. Коротенькая Сузука, длиннющая Макао. Монса. Низ, Монса. Потом новый, совершенно плоская трасса в Словакии. Иринка такая, как Плюца. Там есть один холм. Ну, так вот. Ну, из будущего года, напомним, в этом списке появится и российский этап мирового туринга. В начале лета он пройдет. Также подтвердили и российский этап мировой серии Реноболь. Сомнения, но все-таки тоже он пройдет в конце июня. И что у нас происходит? Финишный клетчатый флаг для Лена Меню. А, и что там, ребята, не проспалили? Нет, Алан Меню. А здесь такой короткий, что не успеешь, чем победу. Первая победа Лена Меню. Молодец, Алан. Следом за ним Иван Миллер и Роб Хав. Как стартовали, так и, собственно, финишные. Ну, практически все, на самом деле, кроме Бенони, который наделал глупости. Кстати, вот азиатский инженер Алан Меню. Да, господин Лю, он, может быть, помогает. Четвертая победа в сезоне для Лена Меню. Ну, и заслуженная, абсолютно, вот заслуженная, шестое место Алексея Дудукало. Наконец-то он показал то, на что способен. Удержал следом за собой Тома Коронери. Второй лучший результат в сезоне. Накажут еще, пусть, Бенони за то, что он толкался. Пусть переставит на самом второй гонке, правда, минус соперника всегда здорово. Всегда хорошо. Пусть переставит назад, пусть судьи работают, в конце концов. Ну, и что, вновь бирюзовый подиум. И на этом подиуме мы увидим также и Алекса Макдавелла. Пятое место для Макдавелла. Повторение лучшего результата в карьере. Алексей Дудукало также будет рядом с Алексом Макдавелл, но на другом подиуме. Обычно не показывают, на втором подиуме, подиуме трофея Екохама. Ну, и Пепе Ореола. После вот этого вот чудачества Бенони, Пепе Ореола, третий в трофей Екохама, догоняет Митчелеса, потому что Митчелес проехал не очень здорово. Ну, и видим, что даже Черки в итоге выдолкнули. Только один пилот не добрался до финиша. Нет, все-таки Черки. Нет, Черки. Черки так и остался в Гравии все-таки. Да, все остальные доехали до финиша. Это был не Черки, это был НГ. Черки у нас остановился и стоит там. Ну, а да, Энг порадовал своим маневром. Так еще соперников, по-моему, никто не пропускал. Да, ну, хорошо пропустил. Все живы, все целы, никого он не заделал. Что, ждем слово Ланаминю, традиционно? Не показывали лидеров вообще по ходу этой гонки практически. Мало интересного было между собой. Они не сражались, как выехали, так и ехали. Очень аккуратно приехали, кстати говоря. Ну, вот пример Бенани показывает, насколько на этой трассе опасны вот такие атаки. Ну, и Роберт Хафф традиционно радует лаконичностью своего японского написания. Три полоски. Вон там сзади отлично видно. Да. Переведем дух и пообщаемся с героями трассы.